День добрый. Привет, Подрик. Ты бы пересел. Эээ, но я всегда пью здесь, Колн. Ладно, тогда я сам пересяду. Поссорились? Да нет, вроде не ссорились. Сяду и с места не сдвинусь. Вернешься в паб, я за тобой. Пойдешь домой, следом увижусь. Колн, ты скажи, что не так. Скажи, что я сделал. Ты меня не обидел? Лишь как брошенный пёс. Ни словом, ни поступком. Ну, вот я и сам так думал. Просто я тебе не друг. Брошенных слез задрожали испуганных ветвей. Но мы дружим. Нет, не дружим. Вчера дружили. Осень пьяная, вся дождями и туманами. Осень пьяная, вся дождями и туманами. Осень пьяная, вся дружила по городу мокрыми листьями. И ты пришла, пришла ко мне и сентября. Как он тебе? Со мной был вежлив. Я тебя отыскал за чужими унылыми. Что тебе нужно? Так ты и сегодня собрался валять дурака. Могу я спокойно посидеть попить пивка, подрик? Тогда в другой раз не проси за тобой заходить. Можно подумать, мне нечем больше заняться. Я не просил заходить тебя, во-первых. Во-вторых, как будто тебе есть чем заняться. Само собой, заниматься тут особо нечем. Но я уж всяко найду, на что потратить время. Кроме как заходить за тобой, колон Дуарти. На что? А? На что ты потратишь время? Чтение. Чтение, значит. Я написал вот. Нынче утром. А завтра напишу вторую часть. Послезавтра. Глядишь и третью. И к среде мир получит новую музыку, которой бы не было, если бы я неделю потратил на слушание болтовни подрика Сулевана. Согнуться мосты от тоски. Будешь пить свое пиво за порогом, или мне выйти тебя переждать? Пойду на улицу. Музыка все равно дерьмовая, только уши зря мучить. Я вчера погорячился. Не то слово. И не только вчера. Такое... Ощущение, что время утекает сквозь пальцы, подрик. А то, что осталось, лучше потратить на размышления, на творчество, а не на выслушивание чепухи, вечного твоего пустословия. Прости, но с меня достаточно. Все, хватит. Помираешь? Нет, не помираю. Тогда времени полно. Для трепа? Да. Пустого трепа. Почему пустого? Добрый, обычный треп. То есть, мы будем бесцельно болтать, жизнь будет идти своим чередом, и лет через десять яркану оставив после себя только треп с ограниченным приятелем? Так, да? Ты на днях, подрик, больше двух часов расписывал мне, что давеча высмотрел в дерьме своей ослице. Два часа, подрик, я засекал. Нет, речь шла не об ослице, а о моем фоне ясно. Хорошо же ты меня слушаешь. Да пойми, наконец, мне это не надо. Совершенно не надо.